Друзья, всем привет! Меня зовут Давид и вы находитесь на YouTube-канале Artstyle. Это обзор моей квартиры в Кольчугино. Честно говоря, я ее продаю. Я вместо этой большой 75 метров квартиры, площади, она действительно большая, по ней просто хожу и наслаждаюсь. Я куплю две других недвижимости. Расскажу об этом чуть позже, пусть все сложится. За эту квартиру уже залог внесли. Эта квартира у меня сдавалась сколько месяцев? Наверное, 8 с июня, с мая даже, по январь. Жильцы сейчас съехали. Здесь жили люди с маленькими детьми. То есть, ребенок один в этой квартире родился. Квартира такая семейная. Здесь и у кого я купил ее, с детьми они жили. Я вот сейчас приехал сюда на неделю, свой день рождения, в город Кольчугино, который мне очень нравится. Я продаю эту квартиру, но я хочу купить здесь что-то еще. О городе выпуск будет чуть позже. Думаю, снимать нужно широкоугольную камеру. Начинаем мы с первой комнаты при входе. Да, вот это пятно, его практически не было видно год назад. Сейчас здесь, конечно, нужно делать ремонт уже. Люди пожили особо, ничего здесь не, как говорится, не поломали. Все хорошо, но все равно квартира чуть больше ушатана стала. К тому же старая квартира, это дом 1928 года. Фасад дома запланирован ремонт на 2023 или 2024 год. Была замена крыша полностью. То есть, это важно. Конечно, его внешний вид привести нормальный. Дом буквой П, вот он вот так идет. А моя квартира в центре этого дома, с обратной стороны сейчас покажу. Дом, как видите, четырехэтажный. А пятый, это не технический этаж. А пятый, это полноценная квартира. То есть, у меня статус квартиры, естественно. Очень интересный, необычный дом. Ну и здесь общежитий, соответственно, много. В этом доме соседи, внизу тоже общежитие. Тур, которому что-то не нравится, хотя сидит на закорах. Может, пойдешь сам? Это Тимур, да? Может, слезть, пойдешь сам, да, Артур? Вот, пятый этаж отсюда не видно, но вот средний подъезд, пятый этаж. Вот там моя квартира, вот там. А вот, обратите внимание, дом четырехэтажный, а вот пятый этаж. Вот там, видите, окошко открыто. Вот это моя квартира. И сверху башенка, там еще есть люк наверх. Там места немного, метр полтора высотой всего. Хотя кажется, большим. Но на самом деле, это тоже к квартире относится. И вот, когда-то здесь было очень красиво. И я надеюсь, что в 2024 году этот дом заиграет новыми красками. Парк должно быть в благоустройстве в 2021. Но из-за всей вот этой вот ерунды всемирной отменили в этом году. А так здесь должна быть площадка, ухоженно должно быть. Ну и летом, не скажу, что плохо. Я видел лично, как собирали сотрудники вот этих организаций коммунальных. Приезжали, мусор собирали год назад. В общем, вот такая история моей квартиры. Дом сталинский, если не ошибаюсь. В 28-м Сталин же уже был. Короче, молодая Советская Республика для своих, соответственно, граждан строила такие дома по всей стране. Это общежитие. А слева, здесь тоже, по-моему, завод был. Столовая завода, мне говорили. Опять же, если этот дом подкрасить, смотрите, обратите внимание, раньше не ленились и делали такие красивые архитектурные вещи. 27-й год. Очень красиво. Есть бы какой-нибудь блогер, типа Варламова. Или еще один хороший блогер есть. Я его смотрю даже больше, чем Варламова. Варламова почти перестал. Вспомнил. Аркадий Гершман. На самом деле, у него шикарные ролики. И у него нет вот этого, как у Варламова. Все вокруг. Вот. Варламов красавчик, конечно, в этом плане. Он хорошо снимает, но я его не могу смотреть уже просто. В общем, блогерам, кто занимается городами, домами, они бы здесь много рассказали, глядя вот на эти. Остатки былой цивилизации. Собственно, смотрите. Это большая комната. Здесь очень тепло. Квартира вообще теплая. Очень теплая. И даже окна приходится открывать. Но это хорошо. Потолки относительно невысокие. Наверное, 2,40. Вот я высокий, но достаю, но с трудом. Ну и по двери можно посмотреть. Вот от двери сколько сантиметров? 40 как раз. Наверное, 2,40. В общем, это одна комната. Посмотрели. Пойдемте дальше. Когда мы заходим, давайте с этого, наверное, стоит и начать. Входная зона, потому что квартира у меня уникальная. Два входа на площадке. Оба входа в мою квартиру. Один вход. И второй. То есть вот это все пространство. Вот здесь никого больше нет. Пятый этаж. Дом без лифта. 28 года. Вот это стеклянное панно, или как стеклянное окно, правильно. Оно до первого этажа проходит. Очень классно. Попа. 2000 открывай заходи 12 заходи ступеньки выщеблены поломаны я писал год назад заявление никто не сдвинулся ничего не сделал но иди артур иди чего иди сейчас эти планшет включу продолжаем входим в квартиру небольшой коридор вот комната с которой я начал показывал желтая дальше у нас ванна ванна здесь очень небольшая но все равно она есть и на том спасибо как говорится туалет ну показывать не буду обычный туалет совершенно обычный дальше получается достаточно большая кухня я не помню уже сколько вам она 9 у меня но достаточно большая со старой конечно техника я не стал ничего менять потому что здесь не живу и в общем-то приняли решение сдавать эту квартиру получать дополнительный доход окна большие окна обратите внимание выходят во дворы то есть там нет машин проезжей части дорог и так далее вот что еще вот отсюда мы пришли большая комната или зала дарту сиди комната действительно очень большая это гордость этой квартиры комната проходная в нее есть вход соседнюю комнату эту стенку я думаю сделали позже здесь типа чулана но на самом деле и правильно комната большая но было бы здесь еще пространство и куда его а так что-то туда можно и велосипеды и коляски детские полы деревянные начали уже скрипеть но я когда купил скрипели по-хорошему тут вкладываться нужно но я надеюсь те люди которые купят они сами из москвы как и я и мне интересно будет с ними пообщаться понять то есть они тоже наверное видят в этом перспективу как видел ее я но конечно по-хорошему здесь нужен такой ну не капитальный но очень крутой ремонт с виду то все вроде ничего при первом взгляде но начинаешь понимаешь что это старая квартира двадцать восьмого года но полы первую очередь менять ой тимур какой молодец тимур ой в лего играет сейчас здесь я не знаю что это такое руки так и не поднялись вы не представляете сколько хлама я уже выкинул отсюда с помощью своих родственников это просто адски было а до этого так руки не дошли уж простите надо было но и вот дверь которая вам показывал это вторая дверь она закрыта она не используется ну и третья комната получается отдельная спальня да тимур как тебе здесь кольчуги норм тимур говорит нормы на самом деле всем очень нравится в общем это такая короткая экскурсия по квартире этого жильцы которые были делали новый год 2022 квартира классная меня многие отговаривают говорят зачем ты ее продаешь но я не смотрел ни одной передачей ни одного ролика ни одной строчки не читал про инвестирование очень много инфо цыган очень много людей которые учат других зарабатывать деньги что простите мне кажется каким-то бредом если если я бы нашел какой-то способ реально заработать деньги я бы с очень тщательным фильтром возможно рассказал бы естественно родственникам возможно каким-то друзьям кого я знаю но я разве упустил эту информацию всем ну вы скажете может быть ее продают зарабатывать на этом ну ладно не берусь судить я к тому что я просто сам так интуитивно понимаю если ты вложил в эту квартиру я купил ее за 660 плюс на съеме на сдаче я заработал еще 70 я сейчас понимаю что я могу ее продать большой прибылью и получается эту квартиру в отдаленном районе в старом доме 1928 года я могу ее продать у меня есть покупатели внесли залог я могу купить другую квартиру правда двушку и поменьше но в хорошем интересном доме там даже домофонов нет безопасно чуть позже расскажу где я выбрал квартиру и у меня еще останется денег на дом данный еще один дом либо я могу в принципе вообще я продаю ее с очень хорошей прибылью прям реально очень круто даже по москутским меркам очень приятная цена несмотря на это моя квартира она сейчас кольчугина стояла самой низкой ценой учитывая метраж мне ничего плохого нет ничего есть не разваливается не сыпется но конечно ремонт нужно делать понятно но в целом повторюсь люди сюда приезжали жили с юга россии и здесь они работают вот соответственно я получаю прибыль и я потому что рисковал я не хвалюсь этим всем желаю деньги вообще такая странная вещь которая на мой взгляд они необходимые нужно к ним надо как-то проще относиться я имею право об этом рассуждать вот мне человек написал один раз недавно я ответил на комментарии хочу как этот чувак по три раза в год путешествовать знаете я не такой богатый но я проявил волю у меня был ребенок двухлетний 2014 году и у меня тогда было накопление 500 тысяч всего это огромная сумма но я жил у меня не было никакой недвижимости ничего у меня нет не было тогда я жил в квартире за 45 тысяч это было полторы тысячи долларов тоже с работы я ушел в марте или в апреле как раз 2014 обвалилась и рухнула в декабре все уже забыли что 500 рублей там в россии была такая купюра на которую магазин пойдешь и пол тележки продуктов затаришь там на несколько дней 100 рублей можно было со 100 рублями из дома выйти в москве и на эти деньги но не то чтобы пообедать врать не буду но все стоило сильно дешевле доллар 30 стоил и вот в то время я уволился с работы где у меня заработал был подстой стал искать себя в разных сферах и п у меня было да есть до сих пор и пробовал там разные проекты и не только youtube и я бросился как это с большой вышки не знаю там вниз воду нырнул просто в ледяную воду я не побоялся и всем того желаю повторюсь условия деньги что 500 я заявил они прожрались простите они за год ушли квартира 45 тысяч плюс свет там и вода не воду не платили врать не буду но все равно там счетчиков не было но свет 45 это очень дорого было с них мало на химовском проспекте я это сделал я реально я выплыл и я уже просто не представляю что я буду где-то работать с 10 до 5 я ни в коем случае не хочу сказать что это плохо я работал с 2000 по 2014 14 лет сам работал и грузчиком работал и экспедитором и чё но только курьером не работал продавцом работал три года грузчиком работал потом как-то пошло так пошло и стал работать фирмах хороших технику разным продавать такая краткая история моей жизни в общем то я тоже много рисковал вот эту квартиру когда покупал когда сказал купил квартиру владимирской области у меня друзья все ну ну не то все многие знакомы ну то же самое то вот это нытье как про дом зачем тебе еще один дом ты не справишься абсолютно все то же самое было ну от людей мало знакомых мне скажем так ну кто меня поддерживает люди там семья там друзья то все скале ну ничего такого на самом удивились а в итоге эта квартира продается с очень хорошей маржей на эти деньги я могу на эти деньги я могу дом построить на юге реально этих денег хватит вас продажи но я не хочу это слишком легко и как сказать я хочу все таки здесь в кольчугина в районе еще квартиру это место очень нравится моим сестрам очень понравилось сюда приезжали все кто сюда приезжал знакомые друзья все от города ну не в восторге я город чуть позже сниму здесь обшарпанные здания но в целом здесь какая-то атмосфера не такого милого провинциального городка что-то здесь есть он интересный хороший здесь спокойно приятно и мне здесь нравится я вот прошлый день рождения приезжал после дня рождения сюда на неделю потом сдал ее вот в мае или в апреле но я сдал ее буквально там за дней за пять за шесть сам бесплатно без риэлторов даже на этом тогда я не прощаюсь я готовлю выпуск о городе кольчугина расскажу покажу конечно здесь не живу конечно похожу расскажу всех нюансов не знаю но все таки я здесь все таки уже раз наверно 12 15 за все время и летом был но в основном конечно такое межсезонье снимать лучше летом город очень красивый летом всем добра тимур красавчик решил помочь мне разобрать этот хлам мало того предложил это сделал тимур жму тебе руку спасибо за помощь ну ты крутой вообще но кстати вот это вот это хорошая вещь это гайки откручивать на колесах грузового автомобиля насколько я понимаю не старых вам нам не нужен то скорее всего все все здесь оставим молоток можно использовать он старый но это хорошая ручку поменять я предпочитаю все новое мне не нужно старе есть еще вот такая вот разные ключи гаечные дерево ну ты говори полезно такие вещи вот эти да зубила сбила отвертки есть вообще тоже нормально давай посмотрим что там происходит это жильцы бутылки оставили тоже выкинуть нужно вы не представляете что здесь вообще было был завален дом просто ой тимур какой-то красавчик сейчас все это до конца выкинем все таки робот пылесос же здесь есть вообще ребят вообще вообще я когда квартиру сдал почему я быстро сдал во первых я нестандартно ну стараюсь мыслить я сразу написал сдается квартира чтобы семья приехала с детьми а большинство горит нет нет а я наоборот хотел во вторых я купил новую кровать которую там снимал с новым матрасом оставил робот-пылесос перед этим пришел сантехник и электрик проверили все что все хорошо и я оставил кроме того что здесь была посудомойка я оставил еще не стал увозить обратно то честно говоря некуда был можно было продать это посудомоечную машину в общем поэтому у меня получилось сдать быстро и хорошо и комфортно и за хорошие деньги люди жили дать ему это щуп похоже на щуп похож на щуп фиг его знает да давай выкинемся тема выкинем все лишнее ребята это робот-пылесос его работа после 4 или даже 5 уже за несколько дней режима уборки смотрите почему я всегда вот так вот много про робот и пылесосы вам рассказываю обратите внимание он и гвозди собрал и вот там вот видны гаечки небольшие видите вот гаечки это вообще вообще просто конечно космос конечно не очень красиво так грязь показывать но блин он собирает все вон видите саморезы вообще очень круто так что я вот роботы-пылесосы всем категорически советую в любой дом это роборокс с 5 очень старая модель такая уже по мне продается он уже столько у него столько лет он работал именно его я оставил хотя мог тогда продать тысяч за 12 зато и за 15 тогда год назад но я его оставил и людям тоже пользовались в общем я у конечно заберу здесь оставлять не буду ну теперь точно все хотел просто рассказать что вот тимур услышал что я говорю и предложил свою помощь прям большой молодец артур очень сильно хочет артур 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 вообще одевается да артур пойдем гулять пойдем гулять пойдем все счастливо друзья